Безопасность на дорогах, профилактические операции будней сотрудников ГИБДД в эфире городского телеканала программа Дорожный патруль 76. Здравствуйте! С наступлением осени грядет темное время суток, а это значит, видимость на дорогах станет хуже. И здесь очень важно, чтобы водители вовремя замечали детей, переходящих в проезжую часть. А поможет в этом светотражающие элементы, которые должны быть на одежде каждого ребенка. Наличие их проверял родительский патруль совместно с инспектором госавтоинспекции у одной из рыбинских школ. Учитесь во вторую смену, да? То есть, соответственно, возвращаться из школы вам приходится в любом случае. Уже как минимум в сумерках или в темное время суток. Значит, наверное, у нас молодой человек обязательно должен знать уже про светоотражающие элементы. Знаешь, для чего они нужны. Чтобы если было темно и машины ездят, у них фары горят и светоотражающие элементы не отражают свет. Будет видно. С учениками третьих-четвертых классов, которые приходят в школу во вторую смену, проводятся беседы. Инспектор говорит ребятам о важной роли светоотражающих элементов. В мероприятии участвует родительский патруль, который проверяет у детей их наличие. Мы все знаем, что осень близится, осень – это темное время суток в частности. Поэтому мы должны быть уверены, что ученики нашей школы и ученики нашего микрорайона полностью, скажем так, готовы к тому, чтобы быть безопасными и чтобы водители и участники дорожного движения были, скажем так, готовы. Почти у всех ребят присутствуют светоотражатели. Правда, в большинстве на школьных рюкзаках. Приходя с учебы, они оставляют их дома и отправляются гулять без них. И здесь важно, чтобы элементы присутствовали и на одежде ребенка. Об этом детям и напоминал родительский патруль. Светоотражающие значки носите? Да, носим. А где у тебя он? У меня он сзади на рюкзаке. А у меня он на куртке висит. Вот он. А для чего они нужны, знаете? Чтобы машины в темную погоду, когда ехали, когда светили фары, они отражались и водитель смог заметить себя. В целом, сотрудниками госавтоинспекции вместе с родительским патрулем проводится масса мероприятий, направленных на безопасность детей на дорогах. Проверяются по возможности и переход проезжей части, если пешеходный переход находится рядом со школой, и высадка детей безопасно родителям из автомобилей, ну и наличие светоотражающих элементов на одежде у детей, потому что впереди у нас темное время суток, и, соответственно, наличие световозвращателей для безопасности очень важно. А в Ярославле сотрудники ГИБДД заботились о безопасности перевозки детей в автомобиле, проверяли водителей на наличие детских удерживающих устройств, проводили профилактическую работу по правилам дорожного движения. Акция «Автокресло» состоялась в одной из ярославских школ и детского садика. С раннего утра сюда привозят много детей в автомобилях. Задача инспекторов ГИБДД – выявить и пресечь нарушения, связанные с их перевозкой. В частности, малолетние дети должны провозиться в автокреслах, ребята постарше должны быть пристегнутыми. После краткой беседы детям вручали светоотражающие браслеты и памятки по правилам дорожного движения. Мы хотим тебе подарить вот такой красивый световозвращающий браслет. Вот видишь, у меня полосочки на руке, они в то время светятся. И вот у тебя будет такой браслет, тоже будет светиться на руке. Давай мы тебе его оденем. Вот так вот его будешь одевать, и он у тебя будет светиться красиво. Сознательных водителей большинство. Дети пристегнуты или сидят в автокреслах. Обязательно. Мало ли, если какой-нибудь там догонит сзади, а ребенок пристегнут, все в порядке. То есть, ну, детей вырастить, поднять на ноги и не пристегнуть, ну, это ошибка. Однако нарушители все же попадаются, как один из водителей, взявшийся подкинуть до детского сада свою знакомую с ребенком. В результате протокол и административное наказание. Ну, я родителям сказал, она ехала с матерью, я сказал, пристегнуться и пристегнуть ее. Ну, они не пристегнулись, что я. Вы их предупредили, да? Предупредил, конечно. У нас всегда виноват водитель. Госавтоинспекция предупреждает. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в 3000 рублей. Несмотря на это, водители продолжают пренебрегать требованиями. На территории города Ярославля в текущем году произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 30 детей получили травмы. В 17 случаях это были дети-пассажиры. Госавтоинспекция призывает водителей использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей. Ведь речь идет о самом ценном жизни и здоровье ребенка. А сейчас рекомендации родителям в телеминутке безопасности. Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. Взрослые и дети. Уважаемые взрослые, с каждым годом все интенсивнее становится дорожное движение. И все больше автомобилей появляется на дорогах городов, сел и поселков. В числе проблем, порожденных автомобилизацией, на первом месте стоит аварийность и транспортный травматизм. Дети в силу своих возрастных и психологических особенностей развития легко возбудимы, очень динамичны, но при этом рассеяны. Им сложно оценить расстояние до автомобиля, его скорость, а также возможные последствия столкновения. Увидев на противоположной стороне улицы знакомого, увлекшись разговором или каким-либо другим интересным предметом, ребенок может внезапно начать движение через дорогу, буквально бросаясь под колеса автомобиля. Возрастной пик попадающих в ДТП детей 7-14 лет. Из-за своего роста ребенок не видит, что происходит на дороге, а также не виден для водителей машин. Особенности детского внимания. Они чаще всего концентрируются не на том, что представляет для них наибольшую опасность, а на том, что больше для них интересно. У детей короче шаг, меньше сектор обзора, а также замедленная реакция на опасность. Чем труднее ситуация для ребенка, тем быстрее ему нужно отреагировать на опасную ситуацию, что может вызвать замедление в работе его психики. И тогда появляется замкнутый круг. Чем опаснее ситуация, тем медленнее ребенок на нее реагирует. Исходя из этого, нужно вырабатывать следующие навыки безопасного поведения на дороге, которыми должны обладать все пешеходы и особенно дети. Навык переключения внимания на дорогу. То есть навык, который позволяет отключить привычки, действующие в быту и в школе, и сконцентрировать внимание на дорожной ситуации. Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на дороге. Это возможность ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации и принимать правильные решения. Навык наблюдения. То есть смотреть и видеть дорожную ситуацию, оценивать потенциальную скорость, а также направление движения автомобиля. Навык предвидения опасности. Это умение видеть всю опасность, которая представляет угрозу жизни и здоровья ребенка, а также умение вычислять ее. В начале учебного года обязательно пройдите с ребенком маршрут из дома до школы. Повторите основные навыки поведения на дороге. Составьте маршрут с указанием всех улиц, пешеходных переходов, светофоров и вклеить в дневник. Никто не может заменить родителей в вопросе формирования дисциплинированного поведения ребенка на дороге. И помните, безопасность начинается с ответственного подхода к ней дома. Профилактический ролик продолжит нашу программу. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Дорожный патруль 76 продолжает свою работу. О ее результатах вы узнаете через неделю на городском телеканале. Соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин